Тачки могут менять кузов, Тополина в молодости, Битлз в тачках! Это и множество других отсылок в истории знакомства Гвида и Луиджи. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим разбирать предыстории жителей Радиатор Спрингса. На очереди Гвида и Луиджи. Про знакомство Рамона и Фло, а также Филмора и Сержанта я рассказывал ранее. Если не видели, переходите по подсказке в правом верхнем углу. И сегодня у нас продолжение такой маленькой рубрики, как Бум против Вока. Напомню суть. Большинство произведений про тачки противоречат друг другу. Это же приключилось с книгой World of Cars и линейкой бумовских комиксов под названием Радиатор Спрингс. Оба продукта рассказывают о прошлом жителей городка, и хотя они имеют некоторые схожие моменты, во многом они отличаются. Сегодня я расскажу вам две интерпретации знакомства Луиджи и Гвида. Комиксовую и книжную. А вы сами решите, какая версия понравилась вам больше всего, и напишите в комментарии. Что ж, по традиции начнём с комикса. Ну хорошо, мистер Гоночный Автомобиль. Если ты хочешь услышать нашу историю, то сначала ты должен сделать одну вещь. Какую? Ты должен позволить мне починить твою спущенную шину. Она была спущена? Пит-стоп! Вот отрывок из прошлого выпуска про предысторию Филмора и Сержанта. Как видите, шина была спущена уже тогда. Смотрю, вы, ребята, действительно любите следить за гонками, не так ли? Мы следим за гонками всю нашу жизнь! На самом деле, именно гонки в первую очередь привели нас в Америку. Ещё в Италии мы с друзьями всегда поддерживали Феррари на больших гонках. Особенно, когда в гонке участвовал наш местный герой Марио Андретти. Ты знал, что он из моего родного города, а? Так, а вот тут приостановимся. Как видите, Луиджи и его друзья яро болеют за красного гонщика с одиннадцатым номером. А ведь у Марио Андретти тоже одиннадцатый номер. И он как раз здесь упоминается. Также, из слов Луиджи про то, что они с друзьями поддерживали Феррари, напрашивается вывод, что этот красный гонщик и есть Марио Андретти. И он Феррари. Но постойте, мы ведь уже видели Андретти в первом фильме, где он был представлен как Форд Фейерлейн. Именно на этой машине реальный гонщик Марио Андретти в далекие 1960-е выступал в Носкар. И этот же образ также фигурирует на следующей странице комикса. То есть, у Марио есть два кузова – Феррари и Форда. Немного отвлечемся и вспомним прекрасную линейку Cars Rally Race. По сюжету, когда молния устраивает благотворительную гонку, он приглашает на неё Шумахера. Его мы также видели в первом фильме. И там, и в комиксе он выглядит как Феррари F430. Но дальше мы видим, как Андретти гоняет с каким-то другим Феррари, явно не похожим на F430. Это какая-то другая, более ранняя модель. Заметьте, других Феррари Маккуин не приглашал. Получается, это Шумахер. Также, во время другой гонки, Чика называет Шумахера семикратным чемпионом Формулы 1. Как-то не похож F430 на болид Формулы 1. Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что тачки могут менять свою форму, свой кузов. Причём, в случае с Марио, даже менять марки машин. Значит, Маккуин в третьем фильме мог запросто стать тачкой нового поколения. И прошлых гонщиков бы не увольняли, а просто переделали. Получается, сюжет третьей части просто теряет смысл. Теперь всё стало на свои места. Вот почему создатели третьего фильма в наглую игнорируют бумовские комиксы. Весь сюжет Тачек 3 стал бы просто бессмысленным. Пока, Луиджи. Пока, до следующей гонки. Кажется, тебе не помешает помощь. Так ты тоже следишь за Феррари, друг мой? Да, я мечтаю однажды сделать пит-стоп для Феррари в настоящей гонке. Но хотя одна мечта может никогда не сбыться, существует множество других. И снова. Машина без крыши. Много машин без крыши. Я просто напомню вам, что... Здесь у нас отсылка на Битлз. Возможно, на этой странице есть и другие отсылки, которые мне не удалось опознать. Например, этот фильм про мышонка? Может, Том и Джерри? В общем, напишите в комментарии, если что-то узнали. Я не могу достаточно отблагодарить тебя, друг мой. Ты продал свой маленький гараж, чтобы мы смогли попасть в Америку. Это ничто. Нет. Это всё. Я обещаю тебе, что однажды мы осуществим наши мечты. Хм, у меня идея. Если вы когда-нибудь планируете поехать на запад, выбирайте лучшее шоссе. Нет. С этого момента я буду говорить только на английском. Ой, спасибо. А то до этого мне приходилось переводить с итальянского. За это, кстати, отдельный лайк. Мафлервиль. Самый тихий городок на трассе 66. Похоже, это может быть хорошим местом для начала. Ты уверен? Каждый должен с чего-то начинать. Хорошо. Но теперь нам нужно что-то, чтобы привлечь клиентов. И вот, ещё тогда, вдохновившись башней из надугругов, Луиджи решил построить свой, как он говорит, шедевр. Но всё пошло немного не по плану. Мы хотели бы поболтать с вами двумя мальчики. Вас же это не слишком затруднит? Мы с начальником пожарной охраны поболтали, и вы можете иметь свою шиномонтажную мастерскую здесь в городе. Но! Вот именно! Как сказал шеф, та башня, которую вы строили, может представлять опасность. Но башня приведёт клиентов. Извините, ребята, но вам просто придётся построить её в другом месте. Но достижение вашей мечты может означать необходимость преодолевать препятствия. Или два. Или три. В каких бы городках они не побывали, им постоянно запрещали строить свою башню. Ребята уже стали отчаиваться. Не получится. Думаю, нам пора домой, сказал Гвида. Верь, друг мой. Мы попробуем ещё один городок. Хорошо? Я обещаю, что если и здесь не получится, то мы возвращаемся в Италию. Не унывай, друг мой. Как мы можем грустить при таком пейзаже? Ну, Гвида, мы прибыли. Радиатор Спрингс, счастливое место. Привет, мальчики. И добро пожаловать в Радиатор Спрингс. Чем мы можем вам помочь? Ну, нам было интересно, есть ли у вас в городке шиномонтажная мастерская? Нет. Я не думаю, что она есть. Так, док? Нет, её нет. Ну, хотите одну? Мы с моим другом ищем дружелюбное место, чтобы открыть магазин. Это здорово, но я не уверен, что у нас есть свободные участки, которые вы могли бы использовать. Им много не нужно. Они могут воспользоваться старым местом Генри. Здесь вы абсолютно уверены? Вы выглядите как хорошие ребята. Я уверена, что вы воспользуетесь этим местом наилучшим образом. Это очень большое здание. Нам понадобится новое название. Да, никакой хижины шин. Как насчёт амбара с белыми стенами? Это дом, а не амбар. Вот оно! Касса де ла шинс! А теперь пришло время. Нет, ещё нет. Берегись! На помощь! Вот и всё, Гвида. Похоже, мы возвращаемся в Италию. Смотри, вот они идут. Нас снова попросят покинуть город. Похоже, вам нужна помощь. Башня из покрышек? Мне нравится эта идея. Правда? Вам нравится эта идея? Конечно! Это было бы отличной туристической достопримечательностью. Это будет замечательно смотреться на открытке или наклейке. Может быть, даже как часть шоу Глобуса Радиатор Спрингс. Как думаешь, Шланг, можете ли вы с Большим Элом натянуть несколько верёвок, чтобы эта башня не рухнула? И... у них получилось! Кстати, Большой Эл ранее появлялся в первом выпуске про Рамона и Фло. Видишь, мистер гоночный автомобиль? В конце концов, моя мечта сбылась. Благодаря моим друзьям. Здесь, в Радиатор Спрингс. И моя мечта сбылась благодаря тебе. Что он сказал? Он говорит, что ты помог ему осуществить его мечту о настоящем гоночном питстопе. И за это он благодарит тебя. Спасибо, ребята. Кстати, отличная история. Но мне всё ещё остался один вопрос. И какой же? О, привет, мэтр. Почему, когда мы находимся в пустыне, вы держите на складе эти снежные шины? Мне нужны были эти снежные шины, когда я был секретным агентом. Что? Да, комикс вышел в 2009. А мэтр уже был секретным агентом до второй части. Подробнее об этом я рассказал в другом ролике. Ссылка по подсказке в правом верхнем углу. Теперь перейдём к книге. Чао, Америка. «Аревидерчи, мама!» – крикнул Луиджи. Он собирался отправиться в Соединённые Штаты, чтобы работать там на своего дядю, который владел магазином «Касса де ла Тайес». «Аревидерчи, Луиджи!» – всплакнула его мать. Луиджи было грустно покидать Италию, но в то же время он был очень взволнован. Он направлялся в чудесный американский городок Радиатор Спрингс. Луиджи стоял на палубе, разговаривая с другим пассажиром об их любимых автомобилях. «Для меня лучшая машина – это…» – начал Луиджи. «Феррари». Луиджи обернулся, чтобы посмотреть, кто только что заговорил. Там стоял маленький синий погрузчик. «Ты попал в самую точку!» – ответил Луиджи. Луиджи узнал, что маленького синего погрузчика звали Гвида. И он тоже направлялся в Соединенные Штаты, потому что хотел работать в настоящей гоночной команде. Луиджи также узнал, что, хотя Гвида довольно хорошо понимал по-английски, сам он мог произнести только две вещи – «Феррари» и «Битстоп». Гвида и Луиджи быстро подружились. Помимо их общей любви к «Феррари» и автогонкам, Гвида отлично знал, как скоротать длительные часы на корабле. И когда моря стали бурными, Гвида и Луиджи были единственными двумя пассажирами, у которых не было болезни. Да, у машин есть морская болезнь. После долгого путешествия они, наконец, прибыли в Нью-Йорк. «Смотри, это статуя свободы!» – крикнул Луиджи. Гвида и Луиджи решили отправиться на экскурсию по городу. Они отправились в центральный парк. Кстати, статуя свободы здесь изображена в виде машины. Примечательно, что позже она появлялась в первой части самолёта, где была изображена в виде погрузчика. Они посетили Крайслер Билдинг. Это пародия на Крайслер Стэй Билдинг из реальной жизни. Напомню, что Крайслер – это американская автомобилестроительная компания. Также они посетили Тайм-сквер. Именно там Гвида помог таксисту сменить спустившуюся шину. «Ровно две с половиной секунды!» – восхищенно воскликнул таксист. «Должно быть, это рекорд!» Луиджи был впечатлён. «Ты можешь очень хорошо чинить шины!» – сказал он. «Я должен спросить, не поедешь ли ты со мной в американский городок Радиатор Спрингс?» Гвида на мгновение задумался. Затем согласился. «Это очень хорошие новости!» – воскликнул Луиджи. «Мой дядя, он будет очень счастлив!» Итак, они отправились в Радиатор Спрингс. Они решили отправиться по живописному маршруту. Луиджи сказал Гвида, что они могут даже увидеть Феррари во время своих путешествий. Гвида был очень взволнован этой перспективой. Да, во вселенной тачек существует такси. По пути было так много всего интересного, их первой остановкой был Ниагарский водопад. Это было удивительно. Но, увы, Феррари нигде не было видно. Затем они посетили арку Сент-Луиса. Как вы уже догадались, никаких Феррари. Затем они отправились в Колд Фейтфул. Это, если что, один из самых знаменитых гейзеров на Земле. «Этот гейзер, я не знаю, где он», – сказал Луиджи. Но Гвида, по-видимому, его уже нашел. Гора Раш-Ауэр была великолепна. Хотя Луиджи и Гвида были разочарованы тем, что на камне не было выгравированных Феррари. Кстати, Раш-Ауэр – это аналог реально существующей горы Рашмар. Здесь игра слов с Раш-Ауэр, что переводится как «час пик». Мост Золотые ворота. «Белиссимо!» – воскрикнул Луиджи. Луиджи хотел увидеть Большой каньон. Он действительно был великолепным. Хоть там и не было Феррари. У Гвида была последняя просьба, прежде чем они отправились в Радиатор Спрингс. Он хотел увидеть блеск и гламур Голливуда. «Давай поставим чайник на металл, Гвида!» – крикнул Луиджи. «Радиатор Спрингс! Вот мы и пришли!» Двое друзей наконец-то добрались до карбюраторного округа и остановились, чтобы полюбоваться восходом солнца. Это было захватывающе. Гвида обернулся, чтобы посмотреть на Луиджи. Луиджи был весь потрясен. «Это более удивительно, чем…» – сказал Луиджи, не находя слов. «Феррари», – сказал Гвида. Луиджи нахмурился. «Более удивительнее, чем Феррари?» – спросил он Гвида. «Разве это возможно?» «Нет», – сказал Гвида. «Феррари!» Луиджи обернулся. И, конечно же, там был Феррари. Он пролетел мимо них в одно мгновение, и они уставились ему вслед. «Мы почти на месте!» – сказал Луиджи, затаив дыхание. «Я не могу дождаться, когда снова увижу своего дядю. Я схожу с ума от волнения!» Наконец, они приехали в Радиатор Спрингс. «Добро пожаловать!» – сказал дядя Луиджи. Он был очень рад видеть своего племянника. «Чао!» – сказал Луиджи. «Это мой друг Гвида. Он может сменить шину за две с половиной секунды. Добро пожаловать!» – сказал дядя Луиджи, сияя. Но Гвида просто уставился на кучу шин у входа в магазин. «Тебе здесь нравится Гвида?» – беспокойно спросил Луиджи. «Скучал ли его друг по дому?» Гвида по-прежнему ничего не говорил. Но затем, быстрый, словно молния, он бросил кучу старых шин в наклонную башню из шин. Затем он улыбнулся. Широко улыбнулся. Дядя Луиджи был доволен. «Мы хорошая команда!» – сказал он своему племяннику. «Мы будем, мол, то успешными!» Луиджи улыбнулся. «Да», – сказал он. «Эти шины, они будут продаваться, как фруктовые пирожные!» Конец! И да, это действительно топорина. Если вы помните моменты второй части, то он говорил, что раньше Гвида и Луиджи работали у него. И получается, они работали как раз в «Радиатор Спрингсе». Перед тем, как закончить ролик, сделаю важную ремарку. Наверняка многие слышали, что Ютуб хотят заблокировать на территории РФ. Долгое время я относился к этому скептически. По факту, уже больше месяца никак не могут заблочить. И пока все побежали создавать аккаунты, где только можно, я создал аккаунт только на Яндекс.Дзене. Но потом что-то передумал. Ссылку на него я, конечно, оставлю, но вряд ли я буду что-то туда заливать. Так вот, если Ютуб действительно внезапно заблокируют, чтобы меня не потерять, у вас есть два варианта. Первый – скачать VPN. Второй – подписаться на тачки 1.3. Эта группа – постоянные партнеры моего канала. Там вы меня точно не потеряете. Просьба проявить максимальную отдачу под этим роликом. С вас лайк, подписка, комментарий. А на этом все. С вами был Анчови. Удачи и увидимся.